Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Мы уже так привыкли к словосочетанию санкций Запада, что для нас это стало нормой. А помните первое ощущение, когда прозападники из всех утюгов вопили, что нас задушат и теперь у нас не будет ни технологий, ни сотовых телефонов, ни машин, ни компьютеров, ни программного обеспечения к ним. И доллар будет за 200, и экспорт-импорт загнется, и во всем виноват. Что-то не слышно больше этой песни. Хотя кто такое, где у нас порой еще пытается напустить скуки и нагнать жути, что у западных санкций еще все впереди, что они нас обязательно дожмут. Что ж, подождем. Ждать мы умеем. Наш президент давно всем доказал, что терпение ему не занимать, и нас этому учит, ежедневно показывая пример выдержки и спокойствия. Санкционные пакеты оказались гнилыми. Качеством они явно не блещут. Немецкоество окончательно распотрошило немецких производителей и продало все их схемы с потрохами. Выяснилось, что немцы без российского рынка просто вздыхают совсем. У них и так дела, как сажа бела, а тут еще запреты на обычную торговлю своими товарами. Совсем с ума сойти. Чтобы не разориться окончательно, они придумали свои схемы доставки собственных товаров на рынке России. Гонят все, что только могут. Экспорт прет через третьи страны рекой. В этом плане странными прокладками являются Белоруссия, Турция, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Индия, Китай, Гонконг. Чтобы окончательно отвести от себя все подозрения, немцы осуществляют отгрузку своих товаров с территории Польши. Хитро придумано. Якобы поляки, которых вообще сложно заподозрить в симпатиях к России, отгружают товары в Гонконг, Турцию или Китай и везут их в Белоруссию. После пересечения белорусско-польской границы товар декларируют вновь. Покупателем уже выступает российская компания, а продавцом – компания из Гонконга или таможенная статистика больше не показывает, что товар прибыл из Западной Европы. Понятно, что до Гонконга товар никогда не доедет и пунктом его назначения будет любой российский город, где его просто примут и растаможат. И так работают большинство заводов ФРГ, которые еще хотят выжить. Но как при этих схемах красиво бьют себя в грудь немецкие политики, которые каждый раз выступают за новые и новые санкции? Рьяные ребятки делают вид, что совершенно не в курсе проводимых торговых схем. Однако ст четко прописывает, что в курсе все, все, кто в этом участвует, знают об этом, таможенники, транспортные компании, а также западноевропейские экспортеры. Все хотят продолжать зарабатывать деньги. Так что с политической точки зрения санкции существуют только на бумаге. Так и есть. Немцы не хотят становиться заложниками политических игр своего руководства. Они прекрасно видят, что бизнес всей их жизни летит в трубу. В ту же трубу летит их благополучие. Однозначно можно говорить о том, что они при всей их нелюбви к России не хотят сами помирать. Поэтому готовы торговать до последнего. Пока есть хоть малейшая возможность, которую можно использовать для заработка, они будут ею пользоваться. Владимир Путин прекрасно осведомлен о том, что бизнес пытается наладить мостики для своих товаров. И, если эта продукция нам интересна, то она попадает в списки параллельного импорта. А там уже обеспечивается зеленый свет со стороны России. Все остальное немцы могут оставить себе. Например, те же автомобили сегодня уже не так востребованы на российском рынке. Появились китайские авто, которые ничем не уступают немецкому качеству, а порой уже во многом превосходят аналогичные образцы. Да и в самой Германии китайские автомобили забирают рынок и вытесняют местных производителей. Так зачем они в России? Пусть закрываются. Что и происходит. Регулярно приходят сообщения о том, крупнейший производитель автомобилей Volkswagen закрывает заводы и переезжает с новыми производствами в США. Венгерский министр по делам Евросоюза Янашбока напомнил, что Еврокомиссия не может самостоятельно выбирать институты и государства-члены, с которыми она хочет сотрудничать. Еврокомиссия не может выбирать, с кем из стран Евросоюза она будет сотрудничать, а с кем нет. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янашбока, комментируя решение главы Екурсулы фондер Ляйен, призванные продемонстрировать недовольство Брюсселя действиями Будапешта. Ранее в понедельник руководитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Маммер сообщил, что фондер Ляйен отменила визит коллеги Еврокомиссии в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством. Бок отдал понять, что правительство Венгрии считает эти решения неправомерными. Евросоюз является международной организацией, созданной государствами-членами. Еврокомиссия является институтом ЕС. Еврокомиссия не может самостоятельно выбирать институты и государства-члены, с которыми она хочет сотрудничать. Он заверил, что Венгрия по-прежнему искренне привержена сотрудничеству со странами-членами и институтами Евросоюза. «Все они приглашены принять участие в мероприятиях под председательством Венгрии, которые направлены на решение общих проблем. Эта задача стоит перед всеми государствами-членами и институтами, все они несут за это ответственность», – добавил Бока. Еще на прошлой неделе руководители ЕС и ЕК открыто выразили недовольство по поводу визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин. В Брюсселе заподозрили, что он пытался разговаривать там от имени всего Евросоюза, поскольку во второй половине года Венгрия председательствует в Совете ЕС. Европарламент, вопреки традиции, не пригласил Орбана на свою первую сессию после начала венгерского председательства. Будапешта проверка эти предположения, пояснив, что Орбан действует только от своего имени и намерен информировать о результатах своей миссии руководства ЕС и другие страны сообщества. По итогам поездки в Москву, Пекин и Вашингтон он направил своим коллегам письменный отчет. Как сообщил его советник и однофамилец Балаш Орбан, «Венгерский план» есть сейчас на столе у всех лидеров Евросоюза. Главной новостью политической жизни Евросоюза открывающейся недели стало заявление комиссара Альянса по международным вопросам Жозепа Бореля, который в открытую пошел на Виктора Орбана. О том, что это произойдет, ясно было едва ли не до момента, когда маленькая, но очень гордая Венгрия заступила на полугодовую вахту председательства в Совете Европы. Премьер Мадьярского правительства давно успел стяжать славу человека, действующего поперек инициатив Евросоюза. И надежд на то, что он станет на путь исправления, получив пусть чисто номинальные, но все же нити управления политикой ЕС в верхах Содружества 27 не питал никто. А тут еще Орбан предпринял свой знаменитый предюбилейный накануне празднования 75-летия. Реакция Брюсселя была предсказуемой, и столица ЕС заявили Орбану пальчиком, вбросили в прессу пару утечек с перечислением возможных коротступника. 94% опрошенных выступают за выход России из Международный валютный фонд. Куда пойдет работать Набиулина? Зачем России рупий? Неужели друг и союзник Индии обвела страну вокруг пальца? Или готова что-то предложить взамен? Объясняю на пальцах. И другие последние новости на сегодня. Системная связка Международный валютный фонд и Центробанков мира – один из основных инструментов власти в рамках ультраимпериализма. Тот, кто контролирует принятие решений в Международный валютный фонд, напрямую влияет на национальные центробанки, которые в свою очередь являются регуляторами деятельности коммерческих банков. Соответственно, банковский капитал – тот самый, который в буржуазных странах является двигателем индустриального развития и при сращивании с промышленным капиталом образует финансовый капитал, не является в полной мере независимым. Через инструмент МВ можно контролировать деятельность банковского сектора, получать всю необходимую информацию о мировом производстве и распределении и таким образом влиять на национальные экономики, контролировать их. Работу ЦБ РФ в широких слоях населения принято называть чуть ли не предательской. В действительности же они просто выполняют ту работу, которую перед ними ставит. Политические элиты РФ точно так же 30 лет к ряду в открытую бежали в сторону ультраимпериализма, строили неолиберальную экономику. Сейчас для того, чтобы на большой скорости развернуться, выйти из этой неолиберальной кали, требуются решительные действия от всего общества, но современная правящая верхушка к решительным действиям не приучена. А вот простые трудящиеся кажутся к этому готовы. По крайней мере, подобный вывод можно сделать из анализа результатов опроса, который мы провели среди читателей журнала. Был такой вопрос. Необходимо ли России выйти из МВФ? Ответы 313 человек распределились следующим образом. Да, России необходимо выйти из МВФ 94%. Нет, России не нужно выходить из МВФ 6%. Разорвать этот поводок ультраимпериализма необходимо, хотя и делать это нужно с умом. Ума и решительности не хватает ни современным бизнес-элитам России, ни ее политическому аппарату. Однако получилось же в свое время при большевиках и советах расторгнуть кабальные договоры, вымести метлой английский и французский тресты, типа продомета, из страны. Взять экономику и общество в руки трудящихся масс и с помощью этого построить великую индустриально развитую прогрессивную державу. Нашим предкам это удалось. Хватило ума и решительности. Получится ли у нас? Зависит от общеэкономической ситуации, от общества, от трудящихся, от людей, которые понимают происходящие процессы на достаточно глубоком уровне.